Почётный гражданин Бобруйска Фёдора Скерка участвовал в освобождении Белоруссии в 44-м. Ветеран награждён Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за победу над Германией и за взятие Кёнигсберга. А ещё он и достойно грудного знака партизан Белоруссии. Намедний его парад на выходной китель потяжелел. Вот всё прикреплено. Поздравляю. Спасибо вам. Когда началась война, Фёдору Фёдоровичу было 15. В 41-м добровольный, долго не раздумывая, он ступил в ряды партизан. Стал связным отряда имени Кирова. В 44-м после призыва Красноармее сражался за родину в составе 2-го Белорусского фронта. Тогда в бою 19-летний парень получил ранение. Как сейчас помнит, только Вера помогла остаться в живых. Закончил войну фронтовик в Кёнигсберге. На фронте воевал, дважды ранен. Получил солдатские награды, две медали за отвагу. Это очень редкие, ценные награды для вояков. Даже каждый офицер хотел иметь эту медаль. Потому что она, своё название говорит, за что её дают. Вот поэтому, когда боевой офицер имеет такую медаль за отвагу, он показывает, что он действительно воевал, был в контакте с противником. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков каждый ветеран, узник и блокадник получит юбилейную медаль. Бобруйские районы до Дня независимости их вручат почти семисотням свидетелей войны. Ветераны наши фронтовики, люди, которые внесли огромный вклад в то, что мы сегодня живём, в это наше чистое голубое небо. Люди, не щадя своей жизни, не щадя своих интересов, то есть они выполняли свой долг до конца. Они были преданы присяге, они знали, что надо освобождать, надо воевать. И в свои молодые годы поднимались в полный рост в атаку и шли, конечно, на врага. В эти дни ветераны ещё не раз мысленно вернутся в прошлое и услышат слова благодарности за мирное небо. Ну а Фёдор Аскерко, примеряя парадный выходной китель, отмечает – медальная ноша хоть и тяжела, но не тянет. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.